Ребят, вы в общем сами все видели, как это происходит? Пишите на ногу все делать, хорошо? Я объясняю людям, что на территории порта нельзя заходить и снимать. Скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько стоит вашей формы? Знаю. Значит, друзья, за моей спиной пограничная служба, ее главное логово в городе Одессе, где, в принципе, сидят все руководители погранслужб в Одессе и в Одесской области. Только что я побывал у них, вы сейчас увидите все, что там произошло, те пояснения, которые мне дали, как, в принципе, проходит встреча, прием в погранслужбе, все сможете оценить, смотрите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте. Вы хотели что-то показать, да? Татьяна Николаевна с вами была? Со мной еще никто не был, я не знаю, была ли она. Так, говорите, что у нас. А, я извиняюсь, кто вы, что? Подшелковник, мамой. Вначале все, кто работают с иностранцами, с моими производствами. А, смотрите, у меня вот мои документы. Смотрите, какая история. Я вчера находился на пропускном пункте, я не знаю, наверняка указано, как он называется правильно. Это евротерминал. Я понял, примерно, где это. Я прибыл туда для того, чтобы у меня там есть контейнер, я хотел его растаможить. Вот, хотел попасть на территорию. Значит, на территорию, для того, чтобы попасть, там есть, находится какой-то пропускной пункт. Вот. На пропускном пункте находятся охранники, которые не являются пограничниками, и они не являются... Да, да, охрана порта. Понял. История какая? Пограничников там не было. То есть я обратился к охране порта для того, чтобы пройти туда. Они сказали, что, ну да, оплачивать какой-то сбор, платить какие-то деньги, там, 8 гривен для какого-то прохода. В общем, какая-то непонятная мне история, за что я должен был оплачивать. Вот. Несмотря на это, я прошел туда, попал в таможенный орган, к таможенникам, начал охранять материалы дела. Сбежались пограничники, полиция, внутренние запасы. Так у меня сложилось посмотреть? Конечно. Я же вам принес. Это копия. Нет, паспорт не надо, я же верю, что это вы. Так нет, тут же не дело доверия. Паспорт молодоадминистративной ответственности за ст. 22, за прошедшую в пункте пропуска, да? То есть за то, что я находился в пункте пропуска без пропуска. Так, без пропуска. Который я должен был купить. То есть у меня есть видеофакт, то есть мне предложили купить его, заплатить его, чтобы получить. Там есть будка, сидит девушка, которая представилась работницей порта. Сбежарбитник порта? Да. Портовая служба? Да. Не прикордонник? Нет, нет, нет. Прикордонники мне не просили ничего купить, нет, абсолютно ничего. Вот, но их и не было на месте. То есть там не было представителя пограничной службы, никого не было в форме. Стоишь не шо? Были работники порта, которые мне препятствовали, говорили, что вы не можете пройти, пока вы не купите там. Надо было заплатить 8 гривен или какой-то месячный апонемент купить, я не знаю. Я даже не хотел разбираться с оплатой вообще. Я прошел, зашел в административное здание. Паспорт, документ, документ такой посвящен собой при вас. Был на то же? А вот же, что они составили по нему. То есть все. У меня были весь пакет документов. То есть какая история. Рома, ты где сейчас? Лишались пограничники, полиция, внутренняя безопасность. Началась там беготня. Все, а-а-а, начали кричать, что я пришел туда без пропуска. Почему, как, почему я его не оформил. Я вам больше скажу. Я физичную особо. То есть я не вляд. У меня такой вопрос. Вы снимаете сейчас? Конечно. Выключите, пожалуйста. Не, я не буду выключать. А на каком основании вы снимаете? А на каком мне не снимать? А на каком вы снимаете? Я не хочу, чтобы вы мне снимали. Вы должны понять. Я публичный человек, я согласен. Но вы должны предупредить, что я снимаю на видеокамерах. Я никому ничего не должен. Вы не поняли. Я никому ничего не должен никого предупреждать. Если у вас есть с этим проблемы, если вы считаете, что вы цивильные особые, цивильном порядке. Нет, мы военнослужащие все государственные поддельничные службы. Это другая вообще история. Я не хочу, чтобы вы мне снимали. Вы не можете не хотеть. Вы есть государство. Я вам объясню. Давайте не будем тратить на это время. Давайте начнем с того, что вы находитесь на территории военно-боинской части. Вот мои документы. Если вы считаете, что я нарушаю в какой-то порядке, вы имеете право полностью составить административные документы на том основании, в котором вы имеете. Это точно нету административного правонарушения. Тогда извините, давайте... Есть нарушение устава, вы понимаете, для требований к режимному объекту. Я не военный человек. У меня нет устава. Вы ошибаетесь. Я не починяюсь уставом. Я прошу в письмому вигляді викласти ці факти, з якими вы не згодны. Секунду. Я сейчас до этого дойдем. Так, так. Мы проведемо перевірку службовую по всему этому факту. Я вам объясню, вы же даже не дослушали до конца еще. Во-первых, этот протокол был составлен, я завел ходатайство. То есть я попросил перенести это по месту моего фактического проживания, чтобы дальше там это уже пограничная служба рассматривала. То есть это в процессе еще рассмотрения. То есть вам еще ответить не на что. Мы с вами это... У вас выникла ситуация. Вы не згодны еще. Секундочку. Вы бачили факти порушенных. Что-то кто-то не дотримается. Портобаза. Ах, сейчас я помню. Потому что, пожалуйста, вы кладите письмово. Мы переверим это все и надам вам ответ. Вы мне... Это понятно. По протоколу вот этому, по протоколу, по административному правонарушению, мы с вами должны это дело рассмотреть по фактам, которые произошли вчера. Это еще не законченный протокол. Я розумею. Постановы про вас не имеют еще на руках, так? Абсолютно верно. Вот я для вас к вам пришел в управление, чтобы мы с вами сейчас оформили меня за вчерашнее нарушение. Если таковое было... Материалы находятся в Одесском прикордонном законе. Это управление. Вот материалы. Вот это вот бумажка, и я смотрю, я напишу. Рапорта військовослужбовця. Так это не ваша работа. Я розумею. Вы кладите нам это все письмово, чтобы нас был зарегистрирован то, что вы до нас вертаетесь. Про административное правонарушение, протокол, административное праворазбирательство вообще не предусматривает никакого заявления письменного. Мы с вами находимся в процессе разбирательства. Пожалуйста. Я зрозумела. Посадовая особа, я как? Буду сейчас это разглядать. Ее сюда. В МИС-Системе. Сейчас мы связываемся с этой посадовой особой. Проймем правовое решение. Скажите, пожалуйста, ваше прозвище. Иритий Годинник мав в месте цей фан. Пожалуйста. Тут есть моя фамилия. Есть лучше, чем сайт. Здравствуйте. Это с приводу того, что вы снимаете військовую часть на видео. Переверните. Не надо. Это моя камера. Руками я прошу не трогать. На меня не направляйте. Почему? Потому. Вы кто? Вы что, не видите? Черное чистое. Так у вас даже не видно, что там у вас висит. Представьтесь, как вас зовут. Что? Дай представьтесь. По-моему, вы пришли. Так я всем представлюсь. Я ПП тут. Кажут пришли еще. Так вот, держите. Я вам документы даю. Скажите, вы со спины будете стоять общаться? Нет, я буду за вас. Так в чем проблема? Скажите, вы серьезно? Я спрашиваю. Как себя ведете? Что вы делаете? Ничего. Руки уберите немедленно от камеры. Что такое? Что происходит? Я преисполнение. Я тоже, извините меня. Я говорю, блин, Украина. Я вам показал. Пожалуйста. Вот мои документы. В чем проблема? Вот мой паспорт. Чего вы вырываете камеру? У меня с рук. Что это такое? Что происходит? Я не могу понять. Вас как зовут? Заходите все. Чего вы стесняетесь? Я нарушаю, может быть, что-то или что? Кого-то я нападаю на кого-то. Или вы считаете, что вы можете награждаться? Право. Здесь снимают. Вот документы. Пока вы не представите. Причину не скажете. Все сказал. Вот мои документы. Вот моя причина. В чем проблема? Куницкий. Кто такой Куницкий? Так. Что это за нападение? Отпустите. Какое нападение? Я сам буду принимать решение, что мне делать. Я нахожусь в комнате приема граждан. Вы находитесь в воинском подразделении, в воинской части. И что? Где боевая часть. Пожалуйста, я не нападаю на вас абсолютно. Камеру сниму. Еще раз сказать. Не надо на меня голос повышать. Камеру уберите. Вы снимаете на улице. Еще раз, секундочку. Я нахожусь в комнате. Еще раз скажу. Еще раз говорю. Здесь закрытая весь боевая местечка. Вы даже не представились. Как вас зовут? Еще раз. Как вас зовут? Давайте разберемся. Снимите камеру. Вы требуете. Как вас зовут? Кто вы? Еще раз говорю. Не надо меня кричать. Я не кричу, а говорю. Это военный голос. Уберите камеру. Я имею полное право снимать. Вы хотите на меня напасть? Вы хотите на вас? Вы адекватный. Ну вы ко мне приближаетесь. Повышайте голос. Что давайте сюда? Это медицинская служба сейчас позовет. Пускай вы адекватны или нет? Что я не пойму. Как вас зовут? Ваши документы еще раз. Я вам показал. Вон мои документы. Я не пойму, блин. В чем проблема? Протокол. Так, кто такой? Вообще неадекватно. Наверное, врача надо сюда. Освидетельствует. Что это за такой подход? Камеру привезти? Я не буду брать камеру. Я камеру выбрать не буду. Если вы хотите, примените. Вы нездоровый человек, мне кажется. Документы ваши сейчас проверяются. Еще раз вы привезли камеру. Мы с вами пообщались уже. Я открываю урода полиции. Я не против. Я могу сам вызвать. Освидетельствовал. Освидетельствовал. Я могу сам вызвать, если хотите. Я не против. Вызывайте органы полиции. Зовите камеру. Я еще раз вам говорю. Я свободный гражданин Украины. Я не прошу никаких законов. Как вас зовут? Вы представьтесь. Нет, вы сейчас уберете камеру, потом будем разговаривать. Нет. Мне условия не надо. Это не ультиматумы. Представьтесь. Как вас зовут? Кто вы такой? Удостоверение. А потом требуйте. Так это происходит по закону. Сначала вы представляете. Представляете. В камеру. Вообще да. Будьте любезны. Представьтесь. Как вас зовут? Скажите. Кому? Мне. А вы кто? Гражданин Украины. Вот мой паспорт. Как вас зовут? Имя, фамилия? Зачем вам надо? Чтобы знать, что вы по судову особо. Теперь да. Какие? Вы ведете себя неадекватно. По-моему, вы неадекватно ведете. То есть вы считаете, что вы так встречаете граждан? Это есть адекватное поведение? Вы себя неадекватно ведете просто. Камеру убери. Да я сам буду решать, что вы делаете. Скажите, а что это происходит? Это нападение? Я прошу вас покинуть территорию військовой частины. Так, это прохание. Если это просьба, я могу отказать. Вы находитесь на территории військовой частины. Это режимным объектом. Понимаю. Съемка тут без погоджения. Заборонена. Если я что-то нарушаю, вот мои документы. Вы нарушаете режим пребывания. Вы выйдете с территории військовой частины? Так мы забрали у меня документы. Девушка пошла. Мой протокол забрала. Вот ваш документ. Нет, протокол мой, который я принес. Это не он? Какая девушка забава. Вы даже не знаете... Это мужчина, это не девушка. Нет, девушка не забава. Мужчина, я вас очень чемно попрошу. Я не мужчина. Я Александр забыл. Александр, я вас очень честно попрошу покинуть территорию військовой частины. Вы меня погоняете? Вогоняйте. Иначе мы вымышлены будем вас отсюда провести. Силу применить? Так точно. На основании чего? На основании закону Украины про державную прокуратуру. Я что-то нарушаю? Берем, берем его, короче, вводим. Ну берите, давай. Борислан, пошли. Можете нас снимать? Давайте. Я снимаю вас и так. Берите, давайте. Я пришел для разбирательства, ребята. Так я нормально. Я хотел с вами общаться. Так общайтесь нормально. Так это мое право. Кто мне это право запрещает делать? Это мое право. Я гражданин Украины и у меня тоже есть права. Ребята, вы на службе. Я не хочу, чтобы вы показывали меня во всем городе. Вы понимаете? Так вы на службе. Вы на службе, ребята. Есть такое понятие. Есть территория порта. Да, а есть пограничная зона. Есть поверхность порта. Территория порта, вы знаете, она начинается где стоятьenty. Охру journalisty, есть поверхность пр wordt. Это окременно. Вот за самую дельянку пункта пропуска отвечают прикордонники. Там же, где оформление ОСИБДЕ, транспортные засоби. Это прикордонный режим пункта пропуска. Мы за это отвечаем. А за территорию входа порта, ну, это не до нас вопрос. Александр, все зрозумело? Зрозумело. Дуже вам дякую. Давайте опять, и, будь ласка, покиньте территорию за свои камеры. Не могу вам пожать руку, к сожалению. Спасибо. Что? Потому что камеру держите? Нет, потому что вы вели себя не очень хорошо. А, ну, это хорошо. Ну, спасибо. Будьте здоровы. Я вам объясню ситуацию. А вы звоните там, кому вы подчиняетесь. Мы пришли к таможне. В таможне нам надо. Вот. Мы хотим попасть в таможенный орган. Нас вот другие структуры не интересуют. Куницкий Александр меня зовут. Куницин? Куницкий. Да, у нас... А вы Никонова? Да, да, да. Да, СБУ написано, да? Нет, не СБУ. Просто... Куницкий, да? Да. Значит... Будьте добры, будет у нас записано. Пускать только... Отлично. У нас нет, поэтому... Так я же говорю, нам надо, чтобы сюда... У нас и объясню вам ситуацию. Чтобы вы позвали своего старшего, и мы с ним будем пообщаемся по этому поводу. Я же говорю, он на это вот, на Дарья. Ну, другой... За 2 километра отсюда. Только сказать, что это пропуск. Частными лицами оформляют пропуск. Что? Ну, руководство сказал, только через бюро... Так я вам объясняю, что я частное лицо. Частное лицо не имеет права зайти просто... Я хочу свой того, раз наможить. Ну, так кто вам против? Пожалуйста. Так, кто частным лицам... Нет, у меня нет. Я частное лицо. Мне не надо экспедитор. Я сам себе экспедитор. Я частное лицо. На территорию... Я не... Слушайте, я иду в... Возвращение было вот здесь. И все приходили сюда, к инспекторам. И здесь все осуществляли приемы подачи документов. В связи с чем сейчас это вниз переехала? В связи с моим приходом? Я не готов вам сказать, кто у вас принимал документы вчера. Вот здесь, в этих дверях, да? Ну да. Не готовы сказать. Все внизу, да, осуществлялось там? В хабе в этом. Ну, кто здесь не подавал документов ранее? В этом кабинете. Только тут закрыто теперь. Прием документов измерительного оформления сдаются на канал. Нормально. Все поменялось. Вот так все быстренько стало. По сути, если говорить, то... По сути, если говорить, что у вас здесь ужас, по сути. Если говорить по сути. Да нет. Вы последний. Я за вами. Граждане Украины, которые спасают все кошки, приехав с вырученными женщинами, именингкость пытается тут что-то рассказать. Я уже был и у Миколи, и у Олега, и у Високого такого. Я уже не знаю, кто тут. Просто контрольный звонок другому надо было сделать. Заму одному из... Ну, просто шкода. Что мы в Украине сейчас меняем, но каждый хочет гроши. И все. Ну, один из брокеров уже от футбола сегодня, потому что, ну, тут... Я не хочу тут таможиться. Тут мне не дорого. Сюда, 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 сюда. Вот она, третья заветная рампа. Сейчас будет происходить досмотр. Это самая интересная часть. Причем досмотр буду проводить я. Вин-коды вам надо? Вин-коды. Расскажи, что такое. В какой-нибудь душе? В дверях. Открываясь в машину. А под стеклом вин-коды не подходит? Вин-коды. Ну, главное, не надо когда-то. Увы, заявили на 15-й, 15-й год. Стено написано. Так, стой тут. Пара-па-па-па-па. Ах, запачкайся. Прям на боковой части. Вот которая... Вот этой? Да. Не вот так, а которая к тебе сейчас параллельная. Вот эта? Внизу, вниз. Смотри, треугольничек такой там будет. Кнопочка, кнопочка там. Не-не-не, нету. Какая там? Вот тут, вот тут, вот тут. Вот, вот этим прям под ручкой. Как будто берете ее. А отчего это вдруг? О, бейсболочка, почти новая. Все. Красава. Все, четыре есть. Да, все, все. Это зарядка. Что он? Занятка к нему. Ну, он идет в комплекте, зарядка к нему нет. Они во всех лежат. Нет, смотри, это первая. Это вторая. Да, тут все есть. Это третья. Это четвертая. Плохо получилось? Вот я перехотографировал. Четенько. Все есть. Ну, ты как бы оператор знатный. Димаш, штаны я не буду вакансироваться. Покажи, покажи. Ну, по поводу пальцев, ладно? Нет, ну, серьезно. Ну, вы потом смажетесь. Хорошо. Хорошо. Зарплату в этом месяце били на двоих. А вот, когда хорошо работали. В управлении Одесской мытности ДФС висят вот такие вот объявления о том, что стоп-коррупция. Вы можете позвонить. Написано круглосуточно по номеру 044-284-2007. И ни один из этих номеров, точнее, он тут один, он не отвечает. Так как бы вы его не набирали, все время говорит информация о том, что номер набран неправильно. То есть, если вы, допустим, захотите заявить о каких-то фактах коррупции или еще чем-то, и попытаетесь позвонить на круглосуточный номер, вы не сможете. Звоните, потому что номер не обслуживается. Потому что, по всей видимости, в данном органе нету коррупции. Поэтому нет смысла заявлять и нет смысла звонить. Склада нету и груз ваш, получается, уже. Ушел в никуда. Вы представляете? А где стоял? На евротерминале? Нет, здесь на Цветаево. У них договор с таможней. Специально я там так боролся, чтобы не выгружать там. И что они говорят? Что они будут искать его, не будут или что? Пишите заявление, как всегда. Да, вот помогите нам. Мы сейчас не можем сами забрать ангруз. Они просят у вас помочь им? Вы представляете? Ну, это вообще предпочитание. Белая фирма, блядь, и каждый раз эти досмотры полные. А модным, блядь, вообще-то, понимаешь? Вот я иду сейчас официально оформляюсь. У меня, к примеру, протяжей 250 тысяч гривен. У модных, блядь, 100 тысяч гривен. Ты представляешь? Мне дешевле модным отдать, чем они отработали, чем я официально. Ну, естественно. И не дают просто работать. Ксения Сергеевна? Ксения Сергеевна вас зовут, да? А, просто здесь написано, как секретарь Ксения Сергеевна. Подскажите, пожалуйста, я хотел бы записаться на ближайшее время на прием к руководству. По оформлению груза. Я говорю, тут коррупции не будет. Ты хочешь заниматься коррупционными схемами? В Запорожье едь, разбирайся. Одесса, это наш город. И тут мы, общественность. Ты кто такой? Я говорю, иди отсюда. Руки от меня? Бери. Я говорю, иди отсюда. В Запорожье. Ты кто такой? Запорожье. Давайте секунду, успокойся. Давайте нервы успокоим. Почекайте. Вин записался на собственный прием. Давайте мы на собственный прием. Надо устроивать шоу на Одесском митнесе. Я вас прошу. Этот человек в Запорожье. Завали рот и сядь. Иди отсюда, ты. Ты кто? Голова. Ты как раз на рулочке. Кто вы такой? Я тебе говорю, покинь помещение. Давайте успокоимся. Пусть он решает в Запорожье с вами жива. Хорошо, ребята, давайте успокоимся. Секунду. Это государственная организация. Тут приходит прием особенный гражданин, который записался. Это блогер, который коррупцию разводит в стране. Давайте на эти вопросы вырешим без ниши. Писядьте, пожалуйста, там. Суновные, давайте мы туда приемли вас. Приходите. Олександр, проходьте дальше туда. Вот туда под векно. И не проводите. Приходьте на особистости. Они уедут с вами. Олександр, я не прошу. Вы решили, что пытание за ним грубо динуться? Вроде да. Вы сейчас ко мне пришли, сюда и не туда. Что, в 35 минуту вроде? Я... 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 Я не могу прийти туда? Да. Я... 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 потому что я уже сказала, что вчера все-все люди были присутны на встрече с бизнесом. Я побочила, что не могла принять там участие. Можно декларацию через интернет и ждать, пока ее таможенники примут. Другое дело, что таможенник ее не принимает. Ваша декларация может висеть день, два, три, у некоторых неделя. Были люди, которые приходили на брифинг и рассказывали о том, что у них по три недели эти таможенные декларации никак не затягиваются, буфер никак не тянется. Но история была не в этом. Все же хотелось оформить автомобиль от физического лица, то есть от меня. Или вот, допустим, вы смогли бы прийти и физически растаможить свой собственный автомобиль. Это сделать по сей день не удалось. То есть почему не удалось, вы можете видеть в этом видео. То есть всячески были перепоны, всячески были препятствия, потому что таможня и около плавающие таможни боятся, что повально люди пойдут на таможню и будут без услуг брокеров самостоятельно растаможить автомобили. Как бы ничего в этом сложного нет, есть своя специфика. Мне также с первого раза не удалось правильно оформить декларацию. То есть у меня были несколько мотивированных отказов от таможенников. Они очень просили сообщить о том, что они были. Да, они были. Таможенники в комментариях под прошлым видео очень переживали. Но дело не в этом. Все равно я получил отказ, который незаконный. Этот отказ сейчас оспаривается. Будем все равно пробовать растаможить автомобиль. Также для дальнейшего понимания происходящего я хочу вам рассказать, что я ездил в город Киев, в главное управление таможни в городе Киеве. Пытался разобраться в ситуации там. Объяснить, что возникла ситуация в Одессе, при которой я не могу попасть в евротерминал. Там вообще все настроено не для того, чтобы вы туда приезжали. Там стоят огромные заборы, огромные решетки. Попасть к кому-либо физически туда невозможно вообще. И вообще я хочу вам сказать, что если настанет какой-то день Икс и что-то будет страшное происходить на планете, обязательно бегите в Киевскую таможню. Там очень все усиленно охраняется. Там большие решетки. Там все серьезно, солидно. Там много охраны. Если вы туда попадете, вам удастся пережить апокалипсис как минимум. После этого я вернулся в Одессу. В Одессе я присутствовал на несколько брифингов. То есть был брифинг с представителями бизнеса, которые приходили в Одесскую таможню. Было тоже очень много интересного. Приходили люди, высказывались о проблемах. То есть очень много было жалоб. Вы это не сможете посмотреть. Это связано с тем, что после моей личной записи к руководителю Одесской таможни меня приняла зам, которая собрала очень много людей. Почему-то на личную встречу со мной это были представители разных бизнесов и общественники. Все люди были агрессивно настроены. И после встречи, после того, как она закончилась, все люди прямо в помещении таможни ожидали нас для физической какой-то расправы. То есть их там было действительно очень мало, очень немало. Очень были они агрессивно настроены. В итоге все же разбили камеру. Мне очень не хотели это сделать. Не только они, в принципе, за всю мою карьеру. Камера больше моя не работает. И вместе с камерой, вместе с батарейкой, которая отлетела, и которой они тут же ее схватили и убежали, также вылетела и флешка. Поэтому не увидите вы, в принципе, кадры. Но, по большому счету, все, что вам необходимо, я заснял. Также я после этого ввел съемку на телефон. На телефон тоже пытались меня забрать, выхватить, разбить. Но все же, может быть, не в таком хорошем качестве, как засняла бы камера. Но вы увидите и сможете оценить ту ситуацию, которая там творилась. Хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам, моим друзьям. Потому что пришлось мне все-таки позвонить, пописать людям, чтобы приехали, выручили меня, помогли мне с этой ситуации вырваться. И приехали действительно люди, мои подписчики, которые помогли мне, которые просто выхватили меня из лап этих таможенников вместе с тетушками. И вывезли меня за территорию таможни этого, этого их управления. Вот, к счастью, все обошлось нормально. Я жив-здоров, но люди в Одессе по-прежнему очень агрессивно настроены. И очень радикально они хотят решать вопросы со мной и со всеми теми, кто будет выступать против коррупции на Одесской таможне. Тем не менее, друзья, я не советую и не рекомендую вам сдаваться. Те люди, которые пытаются бороться, в том числе и с Одесской таможней. Я встречал их на Одесской таможне, и они пытаются, стараются противостоять, не платить взятки. Очень отважные люди, потому что в Одессе действительно все очень, очень как-то застряло в 90-х. И напоминает это на самом деле какие-то фильмы про криминал. Это не похоже на европейскую страну. Вообще, в принципе, не похоже. Я думаю, что по этому видео вы поймете. Ребят, очень много людей мне написало после первого видео. Также, я думаю, что и после этого видео будет очень много фидбэков мне. Я вас очень прошу, если кто-то желает присоединиться к людям, которые вот сейчас на Одесской таможне устраивают противостояние. То есть, есть люди, которые действительно планируют и провести акцию, и в Киеве, и в Одессе, которые хотят собраться, которые хотят протестовать. Я думаю, что дополнительно, если они это надумают делать, они сообщат мне, и я на своем канале опубликую информацию о том, когда это будет происходить, пишите, пожалуйста, присоединяйтесь. Я думаю, что совместно с вами вы есть единственная сила, которая может сдвинуть эту коррупционную кормушку. И я думаю, что Одесская таможня так или иначе заработает когда-то по закону. Я верю в то, что все-таки там есть люди разумные, которые поймут, что проще, наверное, с людьми работать нормально, нежели воевать. Поэтому пишите, ребята, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь также на мой Инстаграм. Я тоже там публикую информацию. Если что-то оперативное, я выхожу в лайв. Поэтому до встречи. Пока! Что-то они такие были, не такие смелые были. Когда? Когда? А нам что знать, нам пофер, что это какие-ли. Давай будем как-то конкуртивно. Ну, блядь. Ты что, балаклава, поем, всем зная, не ты. Это не шута, блядь. Пацаны, давайте мы с футбольностью делаем. Сашуля, петух, иди сюда. Сейчас все решит. Сейчас я не знаю сам, кто это какие-ли. Какой он хозяева жизни, нашли, блядь, бизнесом не заниматься. Ты, сука. Да, блядь, я вот такой к шлюки ездил, как я сейчас приехал. Кто тут бандит? Давайте! Перестаньте, пожалуйста. Что вы прилетели на другое? Тихо, давайте не устраивать, блядь, блядь. Бежели, а балаган не устраиваем. Давай, ребята. Пацаны, договорились. Да, да, да. Грузите, грузите, грузите. С этой стороны. Грузите, грузите, грузите. Грузите, грузите. Грузите, грузите. Продолжение следует... Продолжение следует...